Всем привет! Меня зовут Юлия, и я хочу вам рассказать о книгах братьев Стругацких, почему я их читаю, что мне в них нравится, и ещё кое-что. Так, вообще, наверное, для тех, кто является поклонником творчества этих авторов, я могу звучать достаточно поверхностно, потому что я прочитала всего 4 книги братьев Стругацких. Это «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», «Град обречённый» и «За миллиард лет до конца света». Однако, я уже точно могу чётко ответить на вопрос, почему же мне нравится их творчество. С первых страниц, как только ты открываешь их книги, ты сразу влюбляешься в их простое, но по-настоящему живое слово. Каждая страница наполнена каким-то юмором, иронией. Вот этот фантазийный мир кажется тебе по-настоящему захватывающим. Ты понимаешь, что если бы действительно оказался в том самом выдуманном мире, то всё бы так и происходило. Мне очень нравится психология Стругацких, ведь они настолько хорошо понимают то, как ведёт себя человек, что даже фантазийные сюжеты кажутся тебе достаточно реалистичными. Ты веришь в это чудо, происходящее на страницах книг. Лично, что мне дали произведения Стругацких, это понимание мира вокруг, понимание того, как устроена человеческая жизнь в каком-то плане. Я считаю, что ни одна книга не сможет перевернуть твой мир с ног на голову, но именно книги Стругацких позволят тебе расширить твоё мировоззрение. Вообще, моё знакомство со Стругацкими началось с книги «За миллиард лет до конца света», поэтому оно занимает особое место в моей жизни. Однако, как любимое произведение, я бы всё же выделила книгу «Пикник на обочине». Тот случай, когда книга попадает не только в сердце, но и в твой разум. Сюжет. Когда мы читаем книгу, мы погружаемся в невероятно жуткое место, это в зону. Так сказать, «Пикник на обочине космической дороги». Зона — это то место, которое осталось после прилёта пришельцев на нашу планету. В одной северной стране это место отгородили от горожан, и туда могут ходить только сталкеры. И то они ходят туда незаконно, государство против того, чтобы люди посещали это место. Сталкеры, казалось бы, достаточно классная профессия. Ты ходишь и добываешь какие-то высокотехнологические штуки, чтобы помочь учёным в развитии нашей планеты. Однако зона не может не повлиять на тебя. Во-первых, там большое количество ловушек. Мы... Оно... Такие штуки, как ведьмин студень, могут просто превратить тело человека в мешок с костями. Зона влияет на все сферы твоей жизни. Во-первых... Зона влияет на все сферы твоей жизни. Во-первых, когда ты только берёшь первый заказ, ты уже становишься зависим от тех людей, которые платят тебе деньги за те самые высокотехнологические штуки. Потому что деятельность — это незаконно, и они могут просто грозить, что сдадут тебя органам власти, что тебя посадят в тюрьму, за то, что ты незаконно ходишь в зону. Главный герой — Редрик Шухарт, который неоднократно посещает это место, сталкивается ещё и с тем, что зона в итоге влияет на его потомство. У него рождается дочка, и его дочка превращается в мутанта. Его жена, которая ухаживает за дочкой и за мужем, который постоянно выходит в зону на поиски чего-то необычного, превращается просто в серую тень, которая загружена заботами и сложной жизнью. Самый большой обман этого произведения — это золотой шар. Шар, который исполнит любое твое желание, однако ты должен принести кого-то в жертву. И фраза «счастье всем даром, и пусть никто не будет обижен» приобретает огромное значение. Для чего же нужно прочитать произведение «Перкнуть на обочине»? Это для того, чтобы настроить свой нравственный компас в правильном направлении, и чтобы у тебя всё на полочках сложилось в правильном порядке.